Здравствуйте, я Диас Валихан и сегодня я расскажу вам про очень необычный автомобиль. Его особенность заключается в том, что он весит 2 тонны, разгоняется быстрее, чем BMW M5 и при этом не имеет двигателя внутреннего сгорания. Речь пойдет о электромобиле Tesla Model S. Американская компания Tesla, ориентированная на производство электромобилей, была основана в 2003 году. Но производство дебютного электромобиля, получившего название Roadster, началось лишь спустя 5 лет. Второй серийной моделью компании Tesla стал герой нашего тест-драйва электромобиль Model S. Электромобиль получил пятидверный кузов лифтбэк и был представлен в 2009 году, а серийное производство началось в 2012. Модель доступна с тремя вариантами емкости батарей, привод задний или на все четыре колеса. В США стоимость базовой комплектации составляет 74 тысячи долларов, ну а самая полная комплектация, включая дополнительные опции и полный привод, обойдется в 135 тысяч. У нас на тесте самая мощная заднеприводная Tesla Model S P85 Plus с батареей емкостью на 85 кВт-часов и мощностью в 421 силу. Разгон до 100 занимает 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км в час. Стоимость электромобиля, включая дополнительные опции, такие как адаптивную пневмоподвеску, спортивные сидения, зимний пакет, аудиосистему на 12 динамиков и третий ряд сидений, составляет 102 тысячи долларов США. И это цена в Америке. В Казахстане аналогичный электромобиль обойдется примерно в 120 тысяч долларов. Напомню, что в отличие от обычных автомобилей, для их электрособратьев не требуется таможенная очистка. Дизайнерам Tesla удалось найти золотую середину. Он выглядит как седан бизнес-класса, а не какой-то космический самолет, как это бывает с электромобилями. Для улучшения аэродинамики дизайнеры Tesla отказались от решетки радиатора. Это просто черный кусок пластика. Инженеры Tesla старались сделать электромобиль максимально аэродинамичным. Именно поэтому на нем установлены диски очень специфичного дизайна, а ручки спрятаны в двери. Но немножко магии. И дверь открывается. Если вы думали, что Tesla это седан, то вы ошибались. Tesla Liftback и его крышка багажника снабжена электроприводом. Багажник у Tesla очень большой и в принципе здесь легко поместится 4 барана или 2 человека. А в случае необходимости можно сложить второй ряд сидений и получится просто гигантская погрузочная площадка. Почему я сказал второй ряд сидений? Потому что в Tesla есть третий ряд сидений, предназначенный для детей или для карликов. Это непривычно, когда у автомобиля два багажника. И у Tesla один багажник сзади, а второй багажник спереди. И он по размерам больше, чем у Porsche 911. А при желании сюда можно легко поместить одного человека. Я проверил и это действительно так. Там, где у обычных автомобилей мы привыкли видеть двигатель, у Tesla здесь багажник. И единственное, что здесь есть, это заливная горловина для омывающей жидкости. Ну вот мы и в салоне Tesla. Посадка действительно удобная. Сидения имеют все регулировки, причем они электрифицированы. Единственный недостаток, то что подголовник не регулируется. И в принципе для рослых водителей это может быть немножко дискомфортно. Хочется сказать, что действительно большой 17-дюймовый дисплей сразу бросается в глаза. И на нем можно настраивать практически все основные ключевые функции автомобиля. И как сервисные, так и настройки автомобиля. Перед водителем большой дисплей. То есть вся информация это картинка. То есть никаких аналоговых приборов нет. И один большой, скажем, такой недостаток есть. То, что нету мест для мелочевки. Предположим, двери абсолютно гладкие. Здесь только ручка. Подлокотник центральный, он не открывается. То есть он фиксированный. Здесь два подстаканника. И вот огромная емкость вот здесь посередине. Ну, не знаю, если что-то положить сюда, то оно будет болтаться. И особенно при ускорении. Ну, это будет не очень хорошо. Здесь есть маленькая емкость. Ну и бардачок вот так открывается. Ну, бардачок тоже очень маленький. Поэтому в плане перевозки мелочей, конечно, здесь не так уж много мест. Кстати, наша любимая функция. Посмотрим подсветку в козырьках. Очень маленькое зеркало. Без подсветки. Даже в Nissan Juke и то было лучше. Ну и все. В остальном, в принципе, все круто. Все классно. Большой панорамный люк. Кожа хорошего качества. Здесь карбон. Сверху тоже качество. Кожа. В стыке, в принципе, все терпимый. Шов абсолютно ровный. Поэтому к чему-то... То есть придираться нет никакого повода. Ну, хотя было бы странно, что в машине практически за 100 тысяч долларов было бы плохое качество. Вот так я размещаюсь на заднем сидении своим ростом 190 сантиметров. И, честно сказать, над головой практически не остается места. И я даже прикасаюсь потолком. Возможно, это издержки того, что здесь большой панорамный люк. И без него было бы чуть больше пространства сзади, над головой. Про сидение. Сидение отформовано для троих. Но, честно говоря, трое взрослых здесь разместятся не очень комфортно. То есть длительные поездки будут тесновато. Но какую-то короткую поездку по городу, в принципе, вполне терпимо. Ну, а троим детям здесь будет достаточно комфортно. Более того, полное отсутствие туннеля центрального, да, какого-то порога, ну, конечно, это добавляет комфорт задним пассажирам. По каким-то кармашкам, да, например, вот на заднем сидении с этим большая проблема. То есть двери абсолютно гладкие, так же, как и передние. То есть здесь вот есть ручка, в принципе, можно что-то положить сюда, например, мобильный телефон. Подлокотника центрального нет, соответственно, нету подстаканников. И здесь только воздуховоды. И нету никаких каких-то дополнительных ниш для хранения чего-либо. То есть даже на спинках сидений тоже нет карманов. Поэтому, если вы сели на заднее сидение Теслы, и у вас есть что-то в руках, то вы это будете держать на протяжении всей поездки и никуда это не положите. Вот такая суровая Тесла к пассажирам на заднем ряду сидений. Как я и говорил в самом начале, на центральном 17-дюймовом дисплее осуществляются все настройки автомобиля. То есть здесь нет никаких кнопок, все полностью только через дисплей. Внизу стандартный блок климат-контроля и громкости музыки, аудиосистемы. И здесь на дисплее, то есть медиа, да, выбираем музыку с айпада, с айфона она играет, либо это радио, причем радио может быть через интернет, спутниковое радио. То есть при подключении к интернету, да, воспроизводится любое радио в мире. То есть это очень удобно. Здесь есть навигация, опять-таки нужен интернет. И при этом экран делится на две части, то есть система мультимедиа остается внизу и доступна. Здесь статистика по расходу топлива, не расходу топлива, да, оговорочка. По расходу энергии, запас хода, то есть вот планируемый запас хода 302 километра. Здесь вот статистика, да, полностью по километражу. Здесь вот доступ в интернет. Здесь есть камера. Камера, кстати, очень качественная. Изображение четкое, пиксели очень маленькие, их даже практически не видно. Очень качественно. Ну и, соответственно, телефон. Телефон не подключен. Вот. Но это не самое интересное. Самое интересное, когда мы переходим в настройки автомобиля, то есть люк. Просто двигаем этот бегунок и люк открывается. Причем графическое отображение, на экране мы видим графическое отображение, как двигается люк. И это, я не знаю, я первый раз такое вижу. То есть вот можно закрыть. Все, супер. Здесь настройки. Здесь мы можем выбирать высоту подвески, да. То есть можно опустить самый низ, и пневмоподвеска опустится. То есть я прям чувствую, что она и пошла вниз. Здесь мы можем выбрать, как работает рулевое управление. Стандарт, комфорт, спорт. Управление торможением. То есть это насколько будет сильно работать эффект рекуперации. Трекшн-контроль включить-выключить. И крип – это фишка, когда водитель отпускает педаль тормоза, и на автомате машина начинает ехать. То есть на электромобиле такого нету, и это искусственно симулируется активация этой функции. Вот здесь дальше подогрев сидений, подогрев дворников, причем подогрев сидений всех, передний и задний. Здесь пробег, Trip-A, Trip-B, все стандартно. И здесь уже дисплей можно выбрать яркостью. Причем регулируется дисплей здесь, и дисплей на приборной панели. То есть автоматически, ну это все можно настраивать. Дисплей переключается автоматически, дневной режим, ночной режим. Режим сохранения энергии, то есть он будет погасать. Здесь блокировка багажник, задний багажник, заряд, порт зарядки, блокировка, разблокировка дверей, управление фарами тоже осуществляется через это меню. Ну и здесь уже торможение, парковка, настройка, как вот машина будет сама автоматически становиться на парковку. То есть здесь можно открыть дверь, и автомобиль сам автоматически встанет на парковку. То есть все настройки осуществляются через этот дисплей. То есть здесь одна закладка Controls, другая Settings. То есть здесь вот можно закачать приложение, в автомобиль приложение, и пользоваться ими по ходу движения. Здесь вот профили водителей, здесь есть языки, параметры, то есть формат данных, мили или километры, 12 часов 24, Цельсия, Фаренгейт и все такое. В общем, очень глубокая Home Link. То есть можно, если у вас автоматические ворота, можно прописать их сюда и открывать ворота прямо из машины, не пользуясь пультом. То есть, как видите, настройки все здесь и на панели нет никаких кнопок. То есть абсолютно нет никаких кнопок, все через этот дисплей. И он контрастный, яркий, красивый. И ощущение вот это как Apple, да, Apple среди машин. То есть продукция Apple, если бы Apple делали бы машины, да, вот действительно, они бы делали бы их именно такими. И тут поражает просто, как вот это все отображается. И качество картинки очень крутое. Кстати, хотелось бы отметить, что автомобиль заводится просто нажатием на педаль тормоза и он уже заведен. То есть нет ключа или что нужно вставить кнопку стартера, нажать push start. Такого здесь нет. Просто садимся в машину, брелок с собой в кармане, нажимаем тормоз и машина готова к движению. Нажимаем газ, она уже поедет. Все. То есть вот так работает электромобиль. Никаких кнопок, никакого ручника. Все очень чисто электронное, современное, как 22 век. Ну вот мы за рулем Tesla и первое, на что обращаю внимание, это дикая динамика. Я не удивлен, что автомобиль разгоняется быстрее, чем BMW M5. Он действительно очень быстро разгоняется, причем поток мощности, он бесконечный. То есть вот сколько давишь газ, столько она и разгоняется. И это очень быстро. По шумоизоляции, вот это уровень Mercedes S G-класса, в принципе. То есть чуть-чуть слышен шум от шипованной резины. Здесь резина Michelin. Ну, очень незначительно и, в принципе, комфортно разговаривать в салоне. Можно даже на скорости до 100 км в час. Вот по плохой дороге я сейчас еду. Ну, очень терпимо. Хотелось бы отметить динамику. Ну, сейчас 60 км в час. Там впереди камера. Поэтому не буду сейчас разгоняться. Ну, очень быстро. То есть моментально вот рост скорости. Машина просто очень быстро набирает скорость. Это не передать словами. Это надо просто съесть и поехать. И попробовать. Потому что по-другому этого не почувствуешь. Также очень сильно ощущается эффект рекуперации энергии. То есть только отпускаешь ногу с педали газа, машина моментально прям вот замедляется кинетическую энергию, превращая в заряд батареи. Ну, все остальное. По управляемости, ну, рулится она прям, ну, не то чтобы как картинг, все-таки 2 тонны веса и большой кузов. Но управляется. Но руль откликается моментально. То есть сказывается низкий центр тяжести и большой запас мощности. Вот эта вот кооперация таких вот качеств позволяет дарить, ну, неимоверный букет ощущений. То есть это и динамика, и сбитая подвеска, и шумоизоляция. Единственное, что не то чтобы смущает, а удивляет, это отсутствие звукодвигателя. То есть просто дикий набор скорости, и все, и тишина. То есть музыка играет. Кстати, о музыке. Музыка здесь достаточно очень качественная. И это мы сейчас. То есть про музыку, кстати, здесь тоже. Tesla делает музыку сама. Здесь 12 динамиков, очень качественный звук. И для разработки аудиосистемы был приглашен один из руководителей компании BOSS. Это всемирно известная компания по производству акустики. И вот под его руководством была сделана аудиосистема для Tesla. Поэтому сомневаться в том, что она сделана не очень хорошо или некачественно, ну, нет никаких поводов. Действительно, очень качественно. Вот единственный момент, что управлять звуком было бы удобней, когда вот есть такой барашек, да, как бы крутишь его, и удобно крутить быстро, регулировать громкость. Здесь все-таки надо нажимать кнопку, и это не совсем удобно. Вот. Но в остальном Tesla, конечно, самая яркая эта динамика. Вот. Сейчас поедем на парковку и подведем итог по этому автомобилю. Самый популярный вопрос в соцсетях, насколько хватает батарейки, сколько времени уходит на зарядку и сколько стоит эта зарядка. Отвечаю. Заряжать можно от обычной домашней розетки, так же, как вы заряжаете ваш iPhone, но через нее будет заряжаться полный заряд 20 часов. Если трехфазное питание, как вот электроплиты и так далее, то за 8 часов Tesla полностью зарядит все аккумуляторы автомобиля. Так, насколько хватает? Фактически полный заряд в условиях Алматы и спусков, подъемов 350 километров на полной зарядке. В зависимости от стиля езды, конечно же. Если перевести это на деньги, то полный заряд и 350 километров это порядка 2500 тенге. Если взять BMW M5 с расходом, пускай даже, 15 литров 98-го бензина, то в аналогичном случае вам потребуется порядка 7500-8000 тенге на топливо. Здесь однозначно Tesla экономичнее. Подведем итог знакомства с Tesla. Первое впечатление и самое главное впечатление это дикая динамика. Автомобиль просто неимоверно молниеносно разгоняется и любой человек, который окажется за рулем этого электромобиля, будет под очень-очень таким сильным впечатлением. Это однозначно. Причем вне зависимости на какой машине он ездил или ездит. По комфорту в салоне, учитывая габариты автомобиля, трудно сказать, что там тесно или же там недостаточно места. Спереди и сзади достаточно много пространства, плюс багажник вместительный, плюс есть третий ряд сидений. То есть в Tesla есть то, чего нет во многих машинах этого класса. Единственный недостаток, что вам постоянно нужно ее заряжать. И дальние расстояния для Tesla это большая проблема, потому что для полной зарядки минимум нужно 8 часов, а экспресс-зарядки в Казахстане пока еще недоступны. Автомобиль очень классный. И это не только просто автомобиль, это действительно гаджет на колесах, который инновационный и не имеет аналогов в мире. С вами был Диас Валихан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.